Эй, черная пятница уже на SGMLUK! Заходи на сайт и попробуй новую линейку Black Friday, где каждое третье открытие абсолютно бесплатно. Лови бешеные скидки, бустер паки и забирай крутые скины за копейки. Торопись, халява не будет длиться вечно. Ссылку и промокод мы оставим в описании. Всем привет, друзья! Сегодня в нашем выпуске Магнус. Приятного вам просмотра. Магнус это очень крутой герой в новом патче с хорошим изменением, с скьюером, который практически без кулдауна. Уже, возможно, кто-то видел всякие нарезочки, где Магнус укатывал героев вообще черт знает куда и под фонтан, и что только не творилось. В общем, интересный герой в этой мете. Сейчас будем смотреть, почему он так силен. Ну и кстати, на скьюере теперь монокост нет вообще. То есть спелл у вас просто не стоит маны. Вы каждые 4 секунды укатываетесь, наносите урон, преодолеваете препятствия. Магнус сейчас next level какой-то имбалансный герой. Он, кстати, еще изменился с счет импавера. Теперь импавер на тиммейтах достаточно слабый. Вы вешаете, он дает прорывающий урон максимально 45%, дополнительный урон 25% и висит 50 секунд. Но на Магнусе все это удваивается по силе. То есть теперь кор Магнус, он более актуален, чем Магнус саппортящий. Особенно за счет от агонима плюс импавера. Обязательно смотрите, ребят, качающий Магнус, он сейчас покачается минут 10, купит себе агонима и вот тогда начнется прям лютейшая грязь. Мид против Void Spirit, наверное, один из самых сильных лейнеров против милишников Void Spirit. Слишком хорошо стоит свою линию, крайне статовые, плюс обилки невероятно мощные. Ну значит еще он от физ урона. Да. Единственный минус, конечно, по сравнению с Магнусом, потому что ему не так много урона и ему не совсем комфортно крипов ласхидеть. Вот, в этом плане у Магнуса преимущество имеется. Я думаю, что Магнус тут даже не будет пытаться как-то играть на дунае. Тут вся суть будет, ну, выкатил, но рейнджа не самая большая у скьювера. Так, немножко просто подразмять. Скьювер единицу стоит брать, но вообще к моменту покупки агонима скьювер должен быть замакшен. Там урон же все-таки 280. Ну, вообще нюк в 280 это круто. Перемещение тоже каждые 4 секунды. Это какой-то антимаг на максималках у нас получится. Тут что-то вообще с чем-то. Обязательно, ребят, проверяйте подписку на канал, потому что ютуб поры отписывать наличие колокольчика. Ну и поставьте лайк на этот ролик, чтобы интересные ролики выходили как можно чаще. В ГПК в Гамбиттосах очень крутой игрок. Мы уже не раз замечали, насколько он все-таки сильно играет в Dota. Выходил на нашем канале разочек. Дважды уже он выходил с тронажерами, а потом на линии. И оба раза он показывал прям очень хорошую игру. Все заценили как минимум. Там ДДшка. Ну вообще да, на фоне игроков, которых мы выпускаем на канале, он отличительно смотрится. На фоне, кстати, про игроков в том числе. Да, да. Что самое примечательное, как раз на их фоне он отличительно смотрится. Звездочка. Будущий, будущий миракл. Курьер сил света был убит. Убит курьер игрока Only King. Что это? Ого, коеточку венги подрезали. Неприятно, неприятно. Земелька душит. Но я сейчас подобрал Double Damage, он просто качается. Кстати, тут можно прорубить одну ветку и вот так вот фармить как-то делает ГПК. Как говорят англоязычные комментаторы, GPK. Кстати, звучит солидно, GPK. GPK. ПТ-шка следующим артефактом. Я думаю, что на Магнусе сейчас альтернатив как таковых нет. Тебе нужно много фармить, поэтому ПАВАРТРИЛС на ХП, на АТАК СПИД. Они смотрятся куда профитнее, чем фейзы. Ну, о барконцах вообще говорить нет смысла. Сейчас саппорт Магнус, он, наверное, вообще не актуален. Потому что есть тогда машина, аганимная машина. Но и аганим, помимо того, что он дает суперкрутую обилку, скьювер грейдзит ее. Так еще и статы хорошие. Десять ко всем атрибутам. Помимо этого еще и ХП плюс мана. Все то, что прям необходимо Магнуса. Но сколько же быстро фармит этот герой? Вы просто посмотрите этот АТАК ПАВАР и его мощь сейчас на этом герое. 3-3-40, и у героя половина шестого уровня. Четвертая минута сейчас подойдет к концу. И у него будет половина шестого уровня. Кайф фарм. 40 крипов уже практически. Это невероятно. Твертая минута, Карл. Там еще рано Аркейна на боссе. Желательно, конечно, чтобы какая-нибудь четверка-пятерка под контроль. Ну, что он зародит, играет и пятерочка. Но нет, твой спирит. Просто пошел, забрал. Он опережает сейчас на пол-левела вводит спирита. Хотя ни один, ни другой игрок не донайли. Крепсата мы видим, что... На больше, чем 10 крипов опережает. Неприятно. Больно дамажит обилки прям этого вводит спирита. Прогревает постоянно. Но Магнус и не хочет с ним драться вообще. Зачем ему драться, если он может его тотально лотфармить? Там раньше, правда, умер, но... Слушай, забавно. Там земель уже вторую куру подрезает. На этот раз куру сварка. И суицидится снова. Неплохо отыгрывает. Вардик скорее все стоит. Да, у него вардик завышка венга. Уже давно должна была принести сентри. Да, не хватит дамажа. На тоненького. У обоих героев осталось мало хп. 120 и... 180 где-то было у Магнуса. Но знаешь, он неплохо огрызается, учитывая то, насколько я все-таки вводит спирит имбалансный герой. Магнус прям чувствует себя комфортно. Ну и если раньше Магнус стоял так себе на миде, ну, как вывозил какие-то свои артефакты, то теперь на нем влез, во-первых, приятнее фармить за усиленного Эмпауэра на себя. Во-вторых, ну и есть смысл фармить леса из-за того, что дракуются шмотки седьмой минуты. Не почти седьмого. Поминается вот этот старый Магнус. Когда ты просто с ПТХ и с МПАуэром ходил, пылесосил леса, выносил себе кур артефакты. Нижнюю башню силы. Было время. Он, по идее, сейчас этот спот зафармит и стакнет шоквейвом. Нет. Но он мог в верхний спот. Так, мы с шоквейвом не стал этого делать. Нужно на мид сейчас выйти, потому что там пачка умирает. Ну и фармить с ПТХ на ловкость. Естественно, потому что больше атакс пиду на десяточку становится. Каждая единица атрибута ловкость вам дает единицу атакс пида. Вот это дает нам 10 к атрибутам, к выбранному атрибуту. Ну и идет дальше. Качаться. Седьмая минута. У него два брайсера ПТ. Я думаю, что этот билт прям максимально актуален на Магнусе. Два брайсера. Почему соларинг не нужен? Просто этому магнитабра. Потому что Эмпауэр висит на Магнусе аж 100 секунд. Это очень много. Банально мана сама по себе регенится. Шоквейвом ты не спамишь. Мана у него просто не окончается. Можно застакать себе. На 56-й тыкнул, отходит и можно уже фармить. Пошел просто кач. Винга, крысич. Вот это момент, конечно. Серьезный был. Но талончик дропнулся. Кстати, это очень удачный дроп для Магнуса. Да, хороший айтем. Не уверен, что, кстати, стакается и талон, и Куэринг Лейд в этом патче. Потому что надо банально посмотреть на... Ой-ой. Когда отойти. Может, рпшечку дать и он просто укатится. Нормально. Нужно быть аккуратным. С таким количеством хп. Можно и отъехать. Не на очке. Мод не на очке. В итоге 160 демеджа. Чуть больше у Магнуса. И продолжает фармить лесочек. В идеале, чтобы еще иншитов по стакали. Потому что фармит он, наверное, что-то просто прекрасно. И заслушал в 90%. Динга могла этим заниматься, но он что-то бегает по карте. Ни туда, ни сюда. Я пока даже не думал о том, что баф из как-то сларка. Он просто фармит. Повторюсь, это Куэр Магнус. Так вот по поводу топорика и Рентуона. Почему? Мне кажется, что они не стакаются. Потому что пассивная и у топорика, это он называется Куилл. И дают они 18 урона. Не думаю, что одинаковые вилки будут стакаться. Раньше стакался БФ и топорик. По-моему, даже сейчас они стакаются. Но вот насчет олона и топорика не уверен. Такой взял. Интересно, что мы были училищем грибов. 95. Окей. И еще 10 минуты не особо понимал. Да. Этот спот лучше... Ага. Он решил его почему-то не стакать. А почему? Не знаю. Решил его не фармить. Скорее всего, боится потерять много хп. Ну, либо просто закопился. Затус. 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 Берет себя, естественно, атак спид на корр Магнусе. А теперь уже атак спид прям приятно. Ты смотришь, этот Магнус бьет прям часто. 200 атак спида. Непривычно уже видеть такого Магнуса. Это то самое чувство, когда, вот, часто говорим, а что поиграть захотелось на Магнусе. Ну, я в один определенный промежуток времени на Магнусе прям часто играл. Вот еще как раз в те времена, когда вот как раз он таким и был, когда вот ты ходишь в армии шлиса быстро очень. Ну, нет. На таком Магнусе я не играл. Я больше играл на Магнусе, который арпешечки выдает. Но, имея вот именно на этом Магнусе, фармящем с центра хочется покатать в новом патче. Блок на Свард, прям очень много дэмэджи заходят. Не хочет, не хочет. Но по нему дэмэджа не хватит, у него уже откатывается Astral Step у героя просто 1200 хп и за два стана они просто не заберут. Казиринги был слаб. Да, его не удалось. Вроде бы, а рейнджи хватало. Но, тем не менее, урона, возможно, не хватило бы. Потому что у вейтспирита частейки были, рейндропы были. Но вряд ли бы его убили, он просто потом отскочил бы. Но пора лучше рискнуть, скорее всего. Ну и кач продолжается. 115 крипов уже у Магнуса. Панатворсу 5700. Он обвиняет фурочек, кстати, который фрифармят и имеет еще Эмидас вверх, который по фарму чемпион. Фарма действительно чемпион. Можно еще раз стакнуть. На 55-й. Аталон тратывает. Аталон актив каталон, она такая хрень. Ничего особенного. Аталончик хорош был, когда ты его покупал прям супер рано, а то, что он дропается теперь на седьмой минуте, не супер сильно ускоряет твой фарм. Ну и режешь ты потом 40% хп крипов. Не так уж сильно им бустит. Кстати, в этой игре Магнус еще и против Фуриона. Бивером просто, когда будешь находить этого фурочек, крипов убиваешь очень быстро. Ну и вот-вот, момент истины уже скоро, по сути, он сейчас треугольник дважды зафармит. И сможет приобрести себе этот сам Аганим. Там тему это стакует хоть что-то. Я вот смотрю, Винга ни разу не столкнула в этой игре. Герой, который может просто кучу стаков делать. Да. Причем, ей даже не обязательно подходить близко. С рейнджи, стакаешь. Можешь просветить снизу. В общем, функциональный герой для стаков, но почему-то не использовала. Да, он может сети дропать прям сейчас в топорик и покупать себе огоним. Ребят, 12-ая минута и готов огоним. Все, скивер, почти без кулдауна, без монокоста. В общем, мана не требует. Это что-то с чем-то. Все, есть новый скивер. Как же много урона будет по героям? Как же этот герой теперь быстро будет фармить? Пошла жаришка. Ну вот то, что он маны не требует, это прям вообще, это перебор, мне кажется. Ну я мне тоже так кажется. Это реально перебор. Ну надо было вернуть корм Агнуса. Ждет, ждет, выжидает пока что. Позиций немножко отъехал. Там у Сикера Раптура просто есть. Нажимается Раптура. Да, парни, пробьете, проверяйте. Понимал, молчал. Почти удалось. Отходится, где на фориона. И еще один скивер, это нормально. А вилка дамажит 280. Блин, тут либо что-то одно нужно, явно фиксите тому героя. Либо то, что маны спел не стоит, либо такой низкий кулдаун, либо урон от скивера. Мне кажется, все-таки, наверное... Монокост нужно добавить. Хотя бы монокост. Расказали героя такого. То, да, трогать то кулдаун и урон не стоит. А вот монокост может полтиней, знаешь, так чисто символически. Чтобы он прям по кдрошел. Ну это будет очень ощутимо, потому что ну вот так вот постоянно давать это... По-моему, мы видим, что происходит. Замедление еще при этом 40% на 3,5 секунды. Башню сеть, мы атакуем. Просто руки, хочется от клавиатуры убрать, когда играешься в такого Магнуса. Тыльный герой, конечно. Просто в папчике этот Магнус всегда хорошо простоит линию, всегда может бегать на любой лайн, всегда раскачается. Ну и сабелька, следующую шмоткой. Наверное, классическое решение. Хороший артефакт, хорошие статы за свои деньги. Ну и двойная тычка под им пауэром. Хорошая комбинация через Юл. Увойц переда. Еще и Шаленс нажали. Четвером тут, слушай, но... Пытается уйти. За ним просто 4 героя гонятся. Ну пусть догоняют. Падло. Сларку приветствуем. Стэн воинц перед. Еще и 5 пришел. Еще и Аптура. Да. Если бы не сикер он бы выжил бы. Вот стой стал бы выжил бы. Но 5 героев просто стянулись на него. Кайф-контент, конечно. Ну что, самое время теперь... Пойти пофармить немножко. Мне кажется, что сабельку хотя бы нужно добить. Там же герои вообще двигаться не будет. Сабельки тоже идет замедление. Стычки со второй. А замедление получается на 08 секунд в 100%. То есть ты и скиллером замедляешь, а сабельки замедляешь. Сдаешь 3000 секунд в 100%. Так еще шокуэр замедляет. И шокуэр замедляет и притягивает. Герой тупо не двигается. Ибо апачу, мне кажется, что игроки на магнусе просто... Ну, у них привстал они кайфуют от этого героя. Слишком уж сильный. Левел 15, 12 ксили, либо урон от шокуэра. Ну, чаще видно, по-моему. Ты берешь себе 12 ксили, это и урон твой и хп. Их апориген. Да. Ну что, контент начинается. Не думаю, что сейчас самое время просто потери сочек убить. Как раз лезо спаунился. А он решил бы КП-шку собирать, он передумал, судя по всему, да? Видимо, будет спеет его подзвесил немного. Ну, просто, чтобы они что не останавливало. Ну, опять же, есть Раптура, не нужно о ней забывать. После того, который может тебя все-таки останавливать. Ну, что ли задуматься о покупке Сатаника в дальнейшем. Вообще, в этой игре, да и как в любой другой против Блудсигра, всегда хорошо Сия смотрится плюс Сатаник. Текст здесь сейчас стала еще сильнее. За свои-то деньги она дает теперь еще и 20% кризисто эффектом. Которая висит еще меньше, раньше, по-моему, было 16. Около того. Просто бегает все деревья, ломает. Не, ну это старая патча, было бы сложно играть. Все-таки это, по-моему, быстрее, чем антимаг получается. Да, да, антимага блинку. Ну, во-первых, у него встроенный Battle Fury. Ну, левой минуты. Во-вторых, у него блин кулдаунистся, скажем так, 4 секунды. И не стоит маны вообще. Янцел еще и дамажит. Еще и шоквейв. Мне кажется, что магнус сейчас прям супер жесткий по фарму. Это вот такой там микс скорости фарма от Кунгия. Полез антимага. 20% восприняем магии, 8% уроноспособности. Дробного. А там и за что, что Кенска режет что-то из неприятных. Минус 4 к броню, то есть он армор режет. Это вот не очень хорошо. Но у врагов как бы и магия есть, и физой, они в принципе бьют. Поэтому решил все-таки дать кому-то из тиммейтов, которые... Ммм, которые без резиста. У нас на файру просто дровнул. Бедный Сларк, он просто бегает по лесу, а леса нет. Тут магнатауэр с БКБшкой, аганимом на 17.50. Ставится пауза. Надо будет ее промотать. Как это стандартно? Значит, игра будет интересная. Виномайсера очень долго нету в игре. Очень долго. Все, вернулся. Долго ждали. Благо тут ждут. Знаешь, на других рейтингах не ждут. Побыстрее отжать. Плюс ПТ-стики бесплатные. Фух. Интересно, конечно. Так. Нет, драки не будет. Судя по всему, поднимают на Ю у Магнуса. Атаки не будет. Знаешь, что тут Магнус теперь, он не на таймере. Он не... Ну, он... Он можешь сфармить хоть и полыгры. На любой стадии теперь будет актуален, потому что шмоток у него будет слишком много. Один из главных плюсов героя, то, что ты можешь драться всегда. Да, у тебя всегда есть рпшка, ты на ранней стадии можешь что-то полезное сделать. Но и в лейтгеме у тебя тоже куча артефактов может быть. Ты в лейтгем выходишь раньше, чем остальные. Начинается контент, просто Магнус не отпустит сейчас Фуриона без шанса. Он, кстати, не пошел за Блотсикером, потому что там рел еще. Был релокейт, который... Уже Висп забирал, получается, Блотсикера обратно. И на линию. Нет, это сейчас... Это определенно сейчас, наверное, самый быстрый фармяющий герой. Да, так и есть. 12 тысяч надворца. Так, хренеть, как много. Я, при том, что он не делает чистое колоссального количества фрагов. У него всего 3 килла. Но у него 250 грипов на 19-40. Ну, окей, я курулим до 20-й. Курулим до 20-й. Я не припомню вообще такого результата ни на одном герое. Слета слишком много, по-моему. Ну, конка всегда был быстро фармящим лидером. То, что Брингер маны не стоил. И он тут, как бы, Эмпауэр, на самом деле, маны не стоит вообще. 90 маны, при том, что ты бежишь на себя его на больше, чем минут. Почти две минуты. Висит соточка секунд. Просто антимаг на максималках. Спустили с небес, пацана. Придется на ГБшку прожимать. Пошла АРП. Слышаю в комбинации с первой способностью. Круто получается. Даблкил в итоге делает ГБХ. Легко. Где оппоненты? Не вижу. Ой, кстати. Внезапно так посмотрим на количество хитпоинтов. С одним брейсером. 3 500. 3 500. Жесть. Конечно, Аура Винги дает ему 260, получается, хп. 13 сексилия от основного атрибута. При всем желании, Войт Спирит просто не имеет возможности убить этого героя. У него не хватит ни при каких-то складах вообще дэмэджа. Но Весел нужен, против таких жирных жирных жирных. Слишком много. Урон в процентах. Притом, что дэмэджа, посмотри на его урон. 3 500 хп, а а дэмэдж, что с уроном, 360. Почти 400. Да, и при том, что скьювер еще дамажит еще и шклэйт. Притом еще и шклэйт прокает. Еще и крит сейчас будет прокает. Еще и скоро дэйдаллус, а это 21 минута. Что-то, по-моему, алхимик немножко нервничает, начиная этот момент. Я же думал, что алхимик в патче будет сильник, с киверта спросу. Судя по всему, мы тоже так думали, когда пикали его. Ну вот и есть магнотавр. Кстати, они против магнуса Ши проиграли, по-моему, если не ошибаюсь. Не помню, честно говоря. По-моему, да. Они против гамбитов вроде играли, и как раз магнус был. Вот, и по-моему, как раз против этого магнуса они и проигрывали. Так, уже дэйдаллус не за горами. Кстати, взял себе 500-к дальности с кивера. По понятным причинам, потому что маленький кулдаун, ты постоянно гастаешь и то билпу. Здесь из кармора это хороший талант, но... Тут час кивер, мать того, 4 секунды. Кадешится. Здравствуйте. Да пробьете. Сейчас бы к вашему ключу расскажут пацанам. На, поляснул без парика. Он решил просто паут нажать. Ну, а что, 4 героя стянулись, потратили обилки. Отойду, пожалуй. Там ступайр решил помогать, да. Понятно. Он же дэйдаллус добьет, так что мы прям классно с героя. Блотсикер на самом деле тоже имеет артефакты, что вроде как рыбка и ца. Слушай, это будет просто мировой рекорд по количеству крипов. Уже 305. На 23-й минуту. Ой-ой-ой-ой. Это будет мировой рекорд по количеству добитых крипов, по-моему. Я думаю, что были магнусы тоже, которые быстро фармят, но... Мы почему выбрали именно эту катку? Во-первых, игрок, который нам симпатизирует, мы его выпускали, да и вам, судя по всему, тоже. К тому же, огоним, крайне ранний тайминг. Была интересная катка еще от В-33-го. Где он закатывал под фонтан, но... Я думаю, что такой скорость фарма, мы бы там не увидели. Сюда! Не спасут вас арчи, депами. Вот за вами будет до самого фонтана гнаться. Эх, я ульчик все испортил. Пап-10 аниме файтов. А у него уже, кстати, есть деньги на Daydals. Приобретет. И, кстати, 500 к дальности скьюбер. Эй, говорил, да. Хороший талант. Бегаешь еще дальше теперь. Не знаю, у меня... Мне просто улыбка на лице в 12 минут, она не спадает. Оржамба словила я. Сижу. Джамбу словил. Джамбу словил. Джамбу словил. Тоже словил. Блин, ну это да. Нет, манну точно нужно делать. Вот это бесконечное перемещение по карте... Жесть. Ну либо кулдаун. Ему травела даже не нужны. Просто перемещается крайне быстро. Блин, крысы че захватили, а вон пост. Неплохо. Ну вот на релокейт, которого ты ничего не сделаешь. Нужно слишком быстро реагировать. Да и то не получится. Ну и башер. Хочет тебе... Судя по всему еще и обессал купить. Представим, как он с обессалом будет еще прыгать. Прыгать, башни замедлять. Куча дэмэджа. Опа. А сейчас у него шмотка. Интересно ее переделали. Она теперь для тебя получается с каждой тычкой магической атакой ты бьешь на 25 урона. И атак спида плюс 25. При этом ты если ее нажимаешь, то следующая тычка будет с айленсом на 4 секунды. Это прикольно, вот особенно против эспа. Если вис нажимает релокейт, как сбить релокейт? Вот сбить каст релокейта. Тебе нужно либо застанет, либо засалить. Ты можешь, вот если ты не убиваешь герой, то можешь сам просто на него наложить. Герелочь. Опа. Кстати, интересная ямка. Да. Заблянул же в нее. Упадал. Забавно, слушаю, у магнуса по-моему есть сет такой синие. Как раз как это место. Могут ли тебя там не заметить? И если ты там запрячешься. Ему, кстати, уже летит башер. Мне кажется, что... Ладно. Не буду ничего говорить. Герой очень сильный. Кираса могла в теории появиться как альтернативное решение. Сатане какое-то тоже не так плохо. Но в этой игре Сатане, наверное, было получше, чем Кираса. Но он решил просто башерку. Писал герой. Точно не уходили. Кираса в играх, где много физерона от героев. Физерона не наблюдается. Большого. Он нажимает БКБ и вообще не пробивает. Спингует на Рошана. Хотят забрать рожка. Кстати, английская клавиша Е или русская ОООО. Графка, судя по всему, уже стерлась. Нужно только раз тут скивер нажал. Приятные криты в косарик вылетают. Еще и башит сверху. Еще и сало есть от майнбрейкера. Опа. Здорово. Сало. Сало. А что с хп? Почему у него три крита подряд выхала? Ну как бы... Формил не зря всю игру. Просто в соло всех убил, по-моему. Оно, да. Последняя тычка. Triple kill. А вот тебе реализация фарма. Я бы не сказал бы, что он прямо в кашел. Все-таки у него тиммейты 2-3-2-3-0-3-2-5. Единственный, кто по сути активно старался играть. Почти 400 крипов. На 28-й минуте. При том, что все-таки тиммейты тоже фармили. Старались, по крайней мере, доедать за Магнусом. У него, кстати, крипов почти как... У него даже больше, чем у Сларка и у Виномансера. Вместе взятых ты имеешь в виду? Да, да, да. Да, у веника 170, это за кор веник. Эх, не решил не забирать у Сларка. Ну столько же, окей. Не больше, столько же примерно. Центральная башня сил. Большой фарифайер упал. Для сапчиков. Кстати, Феррик для Виспа. Попываешь имба. Но не бродит таких критов, как у этого Магнуса. Даже. Почти есть Абисал. Что можно пофармить? Хочу что-то пофармить. А вот наверх можно полететь. Сларк. Сларк полетел. Тарк идет на... Зайдет, а там уже Магнус объезжает. И все выкачивает. Опа. Клареточку нажал. А вон. А вон пост потерял. Забавно было, то есть полу убили в этот момент просто. Из-за клареточки. У тебя периодически не слышу почему. Это значит, что ТС сейчас дропнется. Опа. Такое уже было. Скорее всего. Концовочка будет в Солянов. Абисал реализация. Отходить на 1160. Нормально. Убил касты. Убил касты. Пашку локнул. Еще разъезжаем. Учистый бок был он. Да, да, да. Пашал развернул к хрипам. Придется брать сливы. Надо было кликаться. Да рано еще. Рано, рано, рано. Ему урон не нанесли. Регеном между прочим. Рпшка есть. А рпшку не тратил. Но все могут заходить. Вот хотя бы относительно других талантов на 25 левель таланта слабые. Секунда оглушения тропе. Либо 15 процентов крону и прорывание от Empower. Но это такое. Хотя на себя это 30 процентов. Ну ладно. Это не так плохо. Тупо сабисово ворвался. УКБРВ. Хорошо. И минус весы. И это. Прикольная Кателло, ребята. Обязательно нажмите на колокольчик. Напоминаю, что повещения могут не приходить на наших дальнейших стримах. о видосах, которые выходят на канале. Перепроверьте. Если вы нажимали крутой колокольчик, то кликните его еще раз. Это влияет на статистику канала. Но то, как вам приучение приходят. Но ГПК, ребят. Как вам ГПК вообще в целом? Реально же круто играет. Напишите в комментариях, какого героя вы еще хотели увидеть в следующих выпусках. Может быть, какие-то имбалансные страты есть. Может быть, что-то еще. По типу этого Магнуса. Что не просто интересно было бы посмотреть, а что действительно юзабельно. То есть, агоним на Магнуса это совсем не рофла штука. Это выглядит интересно. Это профитно. Это то, с чем нужно побеждать. И сейчас 70% игроков играют на Магнусе. На Магнусе на очень много игр. Его прям многие спамят сейчас, потому что это выглядит слишком сильным. Даже эпилептик, который играет в всех линиях, он играет на Магнусе. Он видит, по-моему. Еще есть БКБ, 4200 хп. Больше пяти сотен урона у героя. Кстати, там криты вылетают какие-то космические просто. 1200 хп. Это под виском, кстати, который на фонтане стоял. Который на фонтане стоял, да. Да. Дамагера хватает. Даже в таком случае просто перебивает. Но переформил его, конечно, он жестко на своем герое. 430 крипов. Вот это да.